на канал экзегет поступил вопрос о покаянии достаточно ли просто извиниться надо понимать что некоторые люди иногда используют христианскую терминологию для своей успешной манипуляции например происходит какой-то информационный сброс человек делает какое-то яркое заявление на своем канале но потом когда поднимается как это общественная полемика или какая-то общая дискуссия по поверку заявления он делает ответ на заявление где он просто приносит извинения и считает что вопрос на этом закрыт но я же извинился да и также здесь надо смотреть всегда что что имеет ввиду человек который приносит извинения если мы видим у него осмысленный взгляд если он осознал что происходит то можно ограничиться даже по простым извинением если мы видим в его словах извини просто попытку закрытия неприятно для него разговор то не всегда надо идти на поводу ну например иногда вот я знаю ну просто в как пример жизни монастырской да но этот мой может быть пример он и в жизни социальной в жизни семейной например да вот некоторых монстряк все-таки очень суровый запрет на на рукоприкласса да ну если каждый будет драться по любому поводу того что вроде собите если человек например пошел открытый конфликт вот кого-то побил да то и он говорит что я все-таки раскаялся но мы диагностируем что у него есть какая-то страсть скромно обороться да ему дается возможность но доказать вот причем если он сразу может быть сказал что я извиняюсь и десерт это не повторится здесь может быть поверить на слово но еще бывает чек активно отстаивать свою правоту еще вступает конфликт еще с чем начали им как бы да вот просто так изгонять это тоже как не по-христиански на чеку дается возможность подтвердить например да там какое-то время он на какого-то более тяжелым послушанием опять же это работает только тогда чек не залезть только тогда когда мы объясняем почему свет переход совершается что мы видим что сейчас у него неадекватное состояние его пребывание вот здесь в она под вопросом и мы даем возможность как бы внутренне начать движение куда-то меняться да и мы надеемся что вот это новое для него послушание где нужно двойное усилие приобрести послужит для его исправления если одновременно будет советоваться иначе просто люди которые ну заточены на какое-то разрушение коллектива они получают ну такой удобный предлог для того чтобы жить при своем но снимать себя все подозрения ну и наше покаяние должно быть деятельным например вот есть книга блэйна хардена побег из лагеря смерти да эта книга о одном мальчике сбежала северокорейского концлагеря но считал было в сети некое мнение что эта книга является фейком но все-таки в южной кореи есть люди которые проходят реабилитацию после побега из северной кореи по кроме книга вписывается как бы в какую-то общую ситуацию но и дело было в том что в этом концлагере шин мальчик он не имел никаких представлений морально-этических нормах потому что это был трудовой лагерь где люди умирали от непосильного труда в этом лагере был принцип что если кто-то сбежал то расстреливаются остальные члены семьи и он когда узнал что мать готовит его брата к побегу он прогнился на мать что ведь в случае удачная победа брата убьют меня и он донес на мать и на брата они были расстреляны в глазах у него ничего не шелохнулось потому что он не думал не знал что у маленьких детей должно что-то шелохнуться когда убивает мать но мать не воспринимать только конкурент за еду и когда он переехал в штаты по всей видимости он познакомился с какими-то протестантскими динаминациями где вот это есть концепцию что бог тебя любит данным и трудно понять что такое любовь божия потому что в лагере вид когда ребенка могли насмерть забить за до несколько украденных зернышек кукуруза к сожалению кто им не рассказал что пока не должно быть деятельным до ему скажешь туда бог тебя простил но образы убитой матери стали перед глазами то что он уже там в соединенных штатах понял что мать всеми их не только является конкурентом за еду и я спрашивала одного психиатра да ну понятно я не только специально советую снуку уже как с духовнических позиций мы обсуждали как бы можно вот такому человеку помочь есть такое понять как и пить имя это не значит наказание человека и пить имя имея целью исправлению какого-то греховного навыка который человек не может сам исправить это и вовсе не от небрежения к человеку да это средство помощи иногда к сожалению сейчас возникает такая идея что люди настолько слабы и не мощны что не надо никаких таких им давать заданий но получается мы не даем средства к исцелению и вот эту мальчику шина можем был как помочь если бы сейчас вернуть тебя в прошлое ты бы выдал свою мать на смерть если бы он сказал что если бы не выдал меня бы расстреляли можем сказать ему как мне вот моя знакома сказала часто находишься безопаснее кто тем не выдан на смерть на 3 на вопрос сейчас бы ты готов был на нее свидетельствовать если твоя мать ушла и ты не сумел ей дать любви и сейчас об этом мучаешься у тебя есть другая возможность есть дом престарелых ты можешь пойти побыть волонтером и все что ты хотел сделать своей матери сделать для них у меня была у самого такая ситуация добыл дедушка который для меня очень много сделал но потом я вот стал хулиганом стал очень дерзким и последние годы жизни дедушки я могу искать доводил его специально не это нравилось доводить его до гнева и когда я приехал уже в монастырь стал как-то двигаться там богу и через покоение стал очищаться моя память первое что вспомнил это то как дедушка меня любил и и вот это мука она жгла я стал поминать дедушку вот ну за каждой службы и как-то его образ мое сознание чистился да и потом как-то вну пришло не знаю понимание конечно это все все трудно проверить что девушка знает что я за него молюсь и вот та вражда которая была у меня с ним она она прошла если кстати замечательно вот роман лавр кому-то не нравится но это его право да о чем там решила деятельным покаяния причем этого лавра вначале же предупреждали до когда у его эта девушка устина забеременела сейчас не разбираем там идею брака они не были в раке но это сейчас масса надо скобками ему предложили помощь до в акушерстве гинекология он отказался считает что он достаточно профессиональный врач и она умирает у него происходит психоз он продолжает считать живым она уже разлагается мужики выламываю дерево выволакивают оттуда и он ведет с не с ней какой-то диалог постоянный потом он у него второй этап жизни он становится странствующим лекарем не смысле там клубном шаманов до нормальным лекарем лечь людей чумы 3 этап он когда уже монах исцеляет людей молитвами четвертый этап когда он уже имеет дар прозрения и господь виде его желания из к этому на покаяние он дает им возможность заново пройти эту ситуацию ему прибегает девушка беременная ее хотят убить потому что ну средневековье это было время каких-то темных су суеверий и мужчины некоторые подумали что эта девушка имел отношение с дьяволом и поэтому значит бог не дает урожая и ее надо убить и тогда этот не урожай закончится единственный шанс спасти ее это было сказать что это мой ребенок и тогда он как бы облег себя позором местные жители стали относительно воспроизведения перестали носить еду ему уже в лесу нужно было очень много трудиться чтобы выжить и он уже спасая видит того ребенка родился и он заново эту ситуацию прошел и вот если мы разрушили свою жизнь мы извинились перед человеком или перед нашими родителями но увидим что от этого мало что изменилось а вида срок ты извинился ты молодец мы принимаем то прощение но мы видим что стена и поэтому не надо на этом останавливаться до дальше вкладывать в эти отношения до совершать что-то противоположное приносить плоды покаяния и тогда господь уже внешние обстоятельства нашей жизни он уже может изменить внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео